Приветствую всех зрителей моего канала и сегодня у нас с вами будет 16 отчет Страшно вообще, цифра Ладно, 16 отчет по моему проекту от фирмы Золотое Руно Живой Огонь Сейчас у меня на самом деле не пятница, а четверг Вы это видео смотрите в пятницу, но я его снимаю на день раньше И на то есть, поверьте, весомая причина Итак, давайте я вам покажу, как выглядело мое продвижение на прошлой неделе Выглядело оно вот таким образом То есть, у меня была передняя часть лодки и задняя часть лодки Вот, и вот таким образом выглядит мое продвижение сейчас Да, за эту неделю я зашила вот этот вот кусок Давайте еще покажу вам поближе вот этот кусок, как было и как стало Так что, все, меня можно поздравлять Ровно половина картины у меня закончена То есть, вот так вот выглядит половина работы Конечно, сейчас через экранчик я ее вижу как-то очень странно Потому что у нас, несмотря на то, что час дня, у нас такое ощущение, что вообще ночь, ничего не видно И если вы слышите странные звуки, у нас почему-то вода в трубах шумит Вот, так что я, если честно, я не ожидала, что я справлюсь с таким объемом работы Потому что действительно не было большого куска, но как-то я его начала вышивать И потом я поняла, что остается слишком маленький кусок И я подумала, как я буду потом Он у меня, ну, то есть, я закончу этот кусок, и потом мне нужно будет уже дальше перематывать картину, как я буду показывать продвижение Короче, я решила поднапрячься И я даже, у меня проскакивала мысль, что если я не успею за сегодня отшить этот, ну там, недостающий кусок Я выложу видео не в пятницу, а в субботу, но за вчера я сделала такой рывок Вчера я еще вышивала лодку То есть, вчера я еще колупалась в лодке и вот с краю вышивала И вчера вечером я вышила вот эта вот светлая, светящаяся нитка, сейчас я вам поближе покажу А весь голубой фон я отшила за сегодня Это такое, это, конечно, было штопанье, еще то То есть, вот этот вот, вот он на схеме, я его даже не закрашивала, чтобы не тратить простой карандаш И экономия должна быть экономной Вот так вот выглядел этот лист, вот так и вот Достаточно такой большой Так что, да, у меня на этой неделе появились уже в работе светящиеся ниточки Давайте я вам поближе покажу эти крестики Я, конечно, сейчас не смогу вам показать, как они светятся, но смогу показать, как они выглядят Ну вот, вот как-то так это выглядит при максимальном приближении Вот те, которые совсем белые-белые-белые, такие белоснежные Это именно светящаяся нитка А то, что такое с серебристым отливом, это просто обычная хлопковая мулине Мне кажется, что у меня получились достаточно ровненькие крестики Вот если посмотреть, момент, вот если посмотреть на вот эти Конечно, они немного, ну да, но, по крайней мере, то, что можно было сделать из светящейся нитки Мне кажется, это достаточно аккуратно, потому что Вышивается, кстати, светящаяся ниточка в три нити И я с ней работала вообще, как ювелир, дрожащими руками Я жутко боялась, что у меня сейчас что-то перетрется, разорвется, оторвется Не знаю Но вот работа с светящейся ниткой, она не похожа на работу с другими любыми нитками Это не крейник, это не металлизированная нитка Я даже не знаю, на что это похоже То есть она такая... Ну, короче говоря, это надо попробовать Лодка меня, если честно, просто достала В лодке здесь идет, по-моему, штук семь разных оттенков коричневого И, конечно, я поняла, так смотришь, оно так немножко страшненько Но когда от работы отходишь, то понимаешь, что действительно это все смотрится достаточно реалистично Вот даже уже с такого расстояния это смотрится достаточно реалистично И действительно понимаю, что за четкость и реалистичность картинки приходится расплачиваться Ну, и за то, что нет на картине бэкстича, приходится расплачиваться вот этими Какими-то минимальными цветовыми переходами и огромным количеством значков Тут я вам уже, к сожалению, не смогу так четко показать, потому что, ну, видите, все позакрашено Но в лодке было просто что-то с чем-то Я, если честно, думала, что я эту лодку вообще не одолею Но одолела Так, значит, что я вам еще интересного покажу Давайте я вам покажу нитки, что у меня с нитками происходит Я так понимаю, что у меня уже закончилось полностью в этой работе Я так понимаю, что, наверное, все оттенки коричневого у меня закончились Потому что тут больше ничего коричневого не наблюдается Я уже даже вот здесь вот вышила То есть вот оно, видите, вот эта вот часть Мне кажется, здесь уже вообще коричневых крестиков не будет У меня осталось все нитки В принципе, их даже осталось достаточное количество Вот сейчас я их так распрямлю, вам покажу То есть, в принципе, видите, вот эти вот Это были основные вот шесть цветов, которыми вышивалась лодка Если вы видите какую-то разницу между, например, вот этим и вот этим И вот этим и вот этим Это все, по-моему, разные цвета Давайте я сейчас посмотрю Так, с 23 по 28 Да, это все разные цвета То есть здесь повторений никаких нет То есть вот такими вот Мягко говоря, незначительными переходами оттенков Мне пришлось заниматься в лодке Чтобы все эти... Короче говоря, не очень это было весело Я, если честно, иногда просто не могла даже отделить как-то вот эти цвета один от другого Я начинаю рядом с одним цветом вышивать другой ниткой Мне кажется, что я ошиблась, взяла ту же самую нитку Я начинаю это все проверять Короче, целая история Так что вот, у меня остались вот эти вот коричневые В принципе, здесь некоторых осталось чуть меньше Некоторых чуть больше Я, ну вот этого совсем так, ну в принципе, еще бы хватило Они в две ниточки отшиваются Я, конечно, отшиваю более чем экономно Поэтому, наверное, поэтому у меня и осталось Вот здесь вот этот 30-31 Это была нитка, которая зашивалась здесь весь голубой фон Видите, 30 закончилось, 31 еще есть Вот эти вот фактически вообще не использовались А 39-40, это у нас что? А 39-41, это вот этот вот серый, по-моему, фон вот здесь вот То ли серый, то ли тоже коричневый Который вот в этом вот месиве принимал участие Так, следующая планшетка у меня вообще Еще фактически не задействована То есть, это все те цвета Вот эта вот вторая ниточка Это, кстати, тот цвет, который шел вот рядом с вот здесь Вот тут вот рядом с светящейся ниточкой шла вот эта вот ниточка Она такая не совсем белая Она с таким легким лиловым оттенком И она вот сюда вот шла К светящейся, то есть, можно видеть, что здесь фактически Все нитки еще в нетронутом, в своем первозданном виде Единственное, что вот черные Вот 17-18-19 уже нет Но, а, и 20 Но вот 21 и 22 еще есть, видите То есть, черного еще у меня достаточно много И последнее, здесь вообще изначально этих ниток не сильно много было То есть, это изначально была такая самая худая планшетка из всех, которые были Вот, значит, вот эти вот цвета тоже, по-моему По-моему, они не в лодке использовались Сейчас 43-46 Да, они использовались вот здесь Вот, то есть, вот эта вот земля Казалось бы, да, вот коричневый и коричневый Но здесь был свой набор коричневого И вот в земле И в лодке был абсолютно другой набор коричневых цветов Хотя, казалось бы, коричневый и коричневый Так что, вот эти вот цвета тоже у меня все остаются Так что, в принципе, у меня достаточно много еще цветов будет оставаться И вот эти вот все красивенные Вот этот вот особо, особенно мне нравится этот оранжевый Такой прям ядреный-ядреный Может, не при этом освещении Но вообще он такой чуть ли не неоновый Такой, когда в жизни на него смотришь Может, как-то его на фоне белого Вот так будет лучше видно Вот, он у нас шел в огне И еще кусочек огня, я так понимаю, нам предстоит Если посмотреть на картинку Да, то есть, у меня он такой немного обрезанный И здесь огонь еще будет И будут вот искры Так, и здесь же зеленая тоже Видите, здесь прорвало вообще Эту штучку привесила на другую сторону И вот она, собственно, операционная светящаяся ниточка Единственное, что она у меня лежала достаточно долго И она на концах То есть, видите, она везде Она такая вот как Ну, не пластиковая, конечно Ну, вот такая вот у нее текстура Думаю, вы видите, что она отличается От мулине обычного хлопкового, который рядом Но на концах она у меня немножко пораскручивалась То есть, видите, на концах Вот, 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 вот До концов происходит вот такое вот Но, в принципе, я боялась, что она там, я не знаю, прям Потеряла свои свойства Знаете, что это такое? Но я проверила Я засунула ее под лампу Выключила свет Все нормально Даже эти размахрившиеся кончики светятся Но я их не особо использовала То есть, я их, как бы, с одной стороны нитка закрепляется А когда с другой стороны вот уже доходит эта нитка до конца Вот самые вот эти махрящиеся я уже не использовала Но что-то мне кажется, что исходя из того расхода ниток Который идет, в принципе, на отшив небольшого куска То есть, у меня здесь пошло два раза по три нити То есть, у меня шесть ниточек ушло сразу Вот на вот этот вот небольшой кусок То есть, если посмотреть по схеме Я не знаю Да, ну, видно Да, хорошо Вот этот вот зайцокролик Это светящаяся ниточка То есть, видите, на такой, в общем-то, не очень большой кусок У меня ушло шесть ниток Поэтому что-то меня терзают смутные сомнения Исходя из того, что нас еще ждет впереди дорожка Еще вот, которая только началась Потом, я так понимаю, вот эта вот белая Вот здесь и вот здесь тоже будет светиться И луна еще светится Я даже где-то встречала в интернете упоминания о том Что не хватило ниток на луну, по-моему И, короче, за это я не волнуюсь Потому что у меня светящаяся нитка Мадейра есть Поэтому, если мне ее не хватит Я ее не жалею Ну, то есть, как? Я ее жалею В принципе, я всегда так бережливо к ниткам отношусь Особо их не трачу зря То есть, отшиваю фактически до самого конца Но я прям не дрожу над ней Прям так сильно-сильно Потому что я знаю, что В случае чего Я всегда себе смогу Добавить из той катушки Нитка абсолютно такая же По текстуре Ничем не отличается Так что давайте еще покажу Половину моей картины Сейчас я уже не буду делать фотографию Про движение моей работы на этой неделе Я сейчас думаю, просто я ее перемотаю Подвину к себе максимально близко Вот тот вот край То есть, я могла бы, конечно, начинать Вот здесь вот отшивать То есть, здесь еще часть полотна И, ну, свободно Я могла бы дотянуться, вышивать Ну, не вижу в этом ни малейшего смысла Я сейчас закручу Вот это вот на рамку Ну, вот, да Вот сюда Закручу И подвину к себе максимально близко Это полотно И мне не надо будет особо к нему тянуться И будет мне удобно Единственное, что Да, и я сделаю фотографию Сейчас вот перекручу Дай бог не забуду Сделаю фотографию вот просто Как бы пустого листа Да, чтобы на следующей неделе Уже можно было посмотреть Ровно за неделю продвижения Так что, если посмотреть По вот этой вот штуке Именуемой ключом Вот, кстати, видно, что Вот эти вот А, кстати, нет Вот 58, да Этот светящийся нитка А вот эта вот закругленная Стрелочка мне еще не встречалась Мне, кстати, еще не встречалось Огромное количество значков Вот я сейчас посмотрела Я просто посмотрела на схему Следующей недели Что мне нужно будет вышивать И просто прозрела Потому что там Такое количество Незнакомых значков И вот можно видеть Что вот низ я вышила Пятый, шестой, седьмой, восьмой фрагмент И остался первый, второй, третий и четвертый Значит, что я вам могу сказать Самые легкие листы Это Второй и четвертый То есть вот этот вот второй Вот где-то так он идет Видите, здесь много фона Много неба Вода И вот этот вот Последний лист Тоже достаточно легкий Третий лист Вот с вот этим вот островком Он такой средненький Первый лист Это просто какой-то кошмар То есть вот можете сейчас Запомнить где-то Вот Вот такой вот кусочек Мне нужно будет отшивать В дальнейшем И сейчас я вам его покажу Как это все будет выглядеть на схеме Я, конечно, не знаю Что в связи с этим сказать Потому что здесь будет просто невероятный разброс Смотрите на это Здесь такая будет мешанина По сравнению с предыдущим листом Который я отшивала Это вообще Вот на это вот посмотрите Вот как это может быть То есть здесь в одном квадрате Я не знаю, сколько тут значков встречается Штук десять, наверное В одном квадрате Это что-то с чем-то Вот это вот сверху То есть это все Я себе, если чисто слабо представляю Как я все это буду одолевать Половину значков я вообще впервые в жизни вижу В этой работе Так что этот лист у меня будет Достаточно тяжелый Даже не знаю, насколько я его Неделю разобью Конечно, я вот вчера сидела Думала, что Страшно реально себе представить Что я эту работу начала По-моему В июне То ли в мае, то ли в июне И вот я до сих пор С ней сижу То есть это Реально чуть ли не на год работа Я, конечно, не рассчитывала Что это все растянется так надолго Но все-таки я склонна Это связывать с тем, что Это не единственный мой проект Конечно, был бы единственный Наверное, я бы его уже закончила Даже не, наверное, а точно Но Вот Как происходит Так происходит Конечно, не рассчитывала я Такое большое количество времени Провести с этой работой Кстати Я сижу Веду себя не очень адекватно Потому что мне все время Хочется понюхать То схемы, ту нитку Потому что Я положила Я когда в комод Перекладывала Вещи Переорганизовывала Я показывала У меня на комоде Стоит такая подставочка Для аромопалочек И аромопалочка Это когда-то я еще В покупках С Петровки Летом показывала И я запасную Эту аромопалочку В новую В кулечке Положила В ящичек Где у меня лежат Все нитки То есть вот Все эти Органайзеры с нитками И схемой Теперь, когда я вышиваю У меня все нитки Так классно пахнут Когда ты берешь Органайзер Вот эту Планшеточку И поддеваешь Поддеваешь вот тут Ниточку Начинаешь ее доставать И этот запах Это вообще Это обалденно Поэтому я теперь буду Вот я даже сейчас сижу И чувствую Как оно классно пахнет Поэтому это еще такая Аромотерапия Параллельно с работой идет Так что Я очень довольна И судя по тому Что я 17 минут Уже об этом рассказываю Вот видите Можно рассказывать Только о работе А не болтать о чем-то Другом На целых 17 минут Так что Вот Разобрались мы С половиной работы Сейчас все это Перемотаю И приступлю К второй половине работы Там конечно Очень красивый Кусок ждет Голубые цвета Мои любимые оттенки Но конечно Следующий лист Вообще не радует Ну как-то Как-то буду с ним Разбираться Что ж Куда же я денусь Но вот Я очень довольна Своим продвижением На этой неделе Вот это действительно Тот случай Когда я Прям Довольна-довольна Потому что Я даже сейчас Вот отшила этот кусочек Дошила его И думаю Вот перед тем Как снимать видео Хотя бы сама Посмотрю Как оно все выглядит Чтобы хоть знать Где я закончила Я увидела фотографию Предыдущей недели И я даже Залезла в видео Посмотрела Действительно ли Это фотография Предыдущей недели Потому что Абсолютно у меня Не отложилось Что там на прошлой неделе Было Я только помнила Что нужно Быстрее отшивать Но конечно Времени Я этой работе На этой неделе Посвятила Огромное количество И даже Вчера Ну это конечно Надо уметь Это должно быть Время для того Чтобы такое делать Но вчера Я реально просидела Я отложила все У меня сейчас Столько Мой еженедельник Вообще Столько заданий Не видела Уже очень давно Мне сейчас Столько всего Нужно делать У меня не отснятых У меня одни покупки Не отснятые У меня еще эти Одна из игрушек Я закончила вчера Еще одну игрушку Но оформлять их буду У всех Одновременно Поэтому я все еще Продолжаю снимать Про них видео Еще две осталось Две сделала Две осталось Про эту игрушку Надо отснять У меня огромное количество Там всяких Этих танцевальных шмоток Которые там тоже Нужно разобрать У меня сейчас делают Я реально Вчера сидела Где-то с часов Двенадцати Или с часу Ну вот где-то так И Конечно С перерывами Но до Где-то часов Двенадцати Вечера То есть я сидела И шила 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 Конечно Уже когда пошло Дело Вот здесь Вот сбоку Когда уже пошел Фон Когда пошла Уже вот эта вот Нитка светящаяся Это уже все было легче Лодка Это было что-то с чем-то Я уже поняла Когда я эту Как это Корму Нос Лодки вышивала Я уже тогда поняла Что это будет весело А тут же Основной кусок лодки На этом листе был Но Рывок Был Был сделан Достаточно успешно Конечно Не думаю Что на следующей неделе У меня будут какие-то Невероятные продвижения В этой работе Но По крайней мере Вот да Собственно К чему я это веду Что когда Я вижу Какой-то свет В конце тоннеля У меня как-то Темпы эти Набираются Ускориваются Поэтому я думаю Что Вторая половина Мне очень хочется На это надеяться Что вторая половина У меня пойдет Гораздо быстрее Чем первая Вообще Сейчас сидишь И вот смотришь На эту работу Я даже помню Когда я какой лист Отшивала Я помню Как я Вот этот вот лист Отшивала на даче Как я сидела Я помню Как я сидела Отшивала вот этот вот Кусочек темный И ко мне подходил папа И говорил Ой что же Оно все такое черное А ты все черное шьешь А что же оно такое Все темное И я сидела Вот это вот Колупала Колупала И если честно Я думала Что самое тяжелое Здесь это именно зелень Вот это вот Зелень Земля Вот это вот Все серое Такое Эти камни Посмотрим Может быть За счет того Что цвета красивые Так у меня И работа Быстрее пойдет Но сейчас конечно Смотришь Крестик достаточно Такой мелкий Давайте еще поближе Ну вот так вот видно Крестик достаточно мелкий Это 16 канва Но как смотришь Вот это вот Объемы этих Выполненных крестиков Сколько здесь Всего этого Зашивалось То ощущаешь Так конечно Пройденный Кусок работы Так что 50% Работы Выполнено Ура И я надеюсь Что все таки Это был Более тяжелый Кусок работы Впереди Меня ждет Что-то Более Жизнеутверждающее Хотя Если вот честно Смотрела я На эту картину И думала Что да Вот низ Такой Тяжелый Тяжелый А там наверху Что Там голубые Черные Не сильно Это сложно А на самом деле Судя по всему Там тоже Нужно будет Поковыряться Ну ничего Поковыряемся Так что Вот такие вот дела Даже не буду Сегодня уже Болтать На отвлеченные темы Потому что Уже Особое времени Нет болтать На отвлеченные темы Так что Все Спасибо всем большое За внимание Удачи вам И творческих успехов Пока